Доброе утро! Время, когда идет такая агрессивная, можно сказать, атака на наш мир. И вся вот эта информация, которая сегодня изливается, как говорят, из каждого утюга, она лишает нас мира. Лишает нас мира, лишает нас покоя. Порой старается лишить нас надежды. Но жив Господь, друзья мои. Жив Господь. И жива душа наша. Жив Господь сегодня. Он жив, Он непоколебим. И знаете, когда я стоял, молился Господу, я получил свое сердце для вас. Из Иоанна 5 главы, когда рассказывается о том, что в Израиле была купальня по названию Вефезда. И помните, там ангел Господень сходил и возмущал воды. И кто спускался, там написано, кто первый спускался в нее, тот исцелялся, сказано, от всех болезней. Абсолютно от всех болезней. Я хочу передать вам, что Господь, вот по образу этой купальни Вефезде, видит вашу церковь, в которой Дух Святой уже возмущает, возмущает как бы воды. И все, кто придет в эту церковь, они будут исцеляться от всех болезней. Они будут укрываться здесь, в этой церкви. И церковь будет их покровом. И ничего не будет угрожать их жизни, и здоровью, и духовному, и физическому. Потому что Бог будет хранить эту церковь, Бог будет поднимать ее. И Бог будет производить здесь свою работу, и будет исцелять каждого, каждого, не первого, как там написано, а каждого, кто придет в эту церковь. Аминь. Хотел бы оставить это слово для вас. Слава Господу. Меня зовут Олег Булкин, я из города Сочи. Фамилия такая не очень звучная, но вкусная. Да, моя супруга, когда вышла за меня замуж, она так и сказала, наградила меня, наградил меня какой-то незвучной фамилией. Нет бы вот Шереметьев, там, или Орлов, или даже хотя бы Веймер, как у Александра, вот, да. Такая фамилия звучная. А у тебя фамилия такая не очень звучная, и теперь вот мучайся всю жизнь. Сегодня, кстати, вот прямо сегодня у нас с супругой 28 лет нашего брака. Слава Богу. Я всегда про нее говорю так, что она лучше жена, чем я муж. Ну, так получилось. Поэтому, слава Богу за нее, что Бог даровал мне такую супругу. Но однажды я читал Священное Писание и нашел, как Иисус говорит сам о себе, я хлеб с небес сходящий. И я понял, что у меня самая христианская фамилия, и поэтому я сегодня говорю, я хлеб из Сочи приезжающий. Ну, так, скромно. Когда я перешел в союз РЦХВЕ, здесь у братьев, у них у всех по нескольку детей в семьях. И когда я прихожу в такое общение, мне всегда стыдно становится, потому что у меня всего лишь один ребенок. Но я понял, что Евангелие – это благая весть для всех. Всего лишь один ребенок. И потом я вдруг понял, у меня все как у Господа – один единородный сын. Поэтому благая весть Евангелия для всех. Слава Богу. Друзья мои, это так, краткое представление. Хочу передать вам привет из города Сочи. Да, там так случилось, что у вас сегодня солнечно, а там дождливо. Не знаю, может быть, солнце ездит с нами вместе. Мы приехали в Екатеринбург, там тоже было солнечно, у нас дождливо, поэтому нам надо завтра возвращаться, чтобы наконец-то в Сочи стало солнечно. И я хотел бы сегодня поделиться с вами слово, которое называется «Как оставаться счастливым». Друзья мои, в жизни так бывает, что какое-то событие так сильно огорчает нас, что мы перестаем замечать происходящее вокруг нас. Даже победы, которые мы одерживаем в разных сферах жизни, они перестают нас радовать. Потому что есть событие, которое огорчает нас, на котором мы сосредоточились и пребываем в нем, может быть, мыслями, эмоциями своими. Мы связаны с этим событием, оно огорчает нас, и мы перестаем замечать, что происходит вокруг. Я называю такое положение дел, как человек посреди счастья может быть несчастным. Знаете, вот посреди счастья человек несчастный. Помню, как после того, как мы переехали в Сочи, прошло два года, у нас происходили не очень хорошие события в церкви. И я погрузился в эти события. И я был расстроен тем, что происходило. И они не разрешались. И вот в феврале я бегу по тропе здоровья, которая идет вдоль моря. На улице 20 градусов тепла. Представляете, 20 градусов тепла. Февраль месяц. Светит солнце. На море штиль. По обеим сторонам тропы стоят зеленые деревья. Цветущие кустарники. Запах наполнен благовониями. Песни поют птицы. А я погружен в свои мысли. А я расстроен. Я анализирую свои мысли. И они не приносят мне радости. И вдруг я слышу в своем сердце тихий голос. Ты перестал радоваться простым вещам. Я делаю все, чтобы ты был счастлив. А ты этого не замечаешь. И вдруг этот же голос говорит, посмотри по сторонам. И знаете, у меня как будто глаза открылись. Я увидел всю эту красоту. Она там и была. Но я не видел ее. Потому что был сосредоточен на своих проблемах. Ну знаете, уязвленная гордость, она не успокаивалась. Она говорила Господу. Ну да, ты поместил меня, может быть, в самый лучший город на земле, где жить комфортно. Ну ты знаешь, я два года в этом городе. Я два года живу на море и ни разу не видел дельфинов в естественной среде. И подумал, ну при чем здесь дельфины? Ну это выглядело так, как будто я нос Богу утер. Вот ты что-то сделал, но не до конца. Вот не до конца ты доделал, Господь. Не до конца ты доработал. И побежал счастливый такой, типа утер нос Господу. Все-таки я не просто так беспокоюсь. И пробежав несколько шагов, вдруг я повернул свою голову на море и увидел, как стая дельфинов. Плещется около берега. Я подошел, смотрел и просто рыдал и говорил, Господь, прости меня. Я неблагодарный поросенок. Я не вижу того, что ты дал мне хорошую семью, что ты дал мне церковь, что ты дал мне самого себя, что ты спас мою жизнь. Я просто был сосредоточен на этих проблемах. Вот и в Библии есть такая история, когда Бог пришел к Аврааму и сказал ему следующие слова. Давайте мы прочитаем эту историю. Бытие, книга, Бытие 15 глава. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму, видение ночью. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика. Авраам сказал, владыка Господи, что ты даешь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Друзья мои, этот отрывок начинается со слов, после сих происшествий. В предыдущей главе мы читаем о том, что четыре царя пошли воевать против пятерых царей. И те, кто одержали победу, завладели Содомом и Гамором, и все, что было в этих городах, забрали с собой и ушли. И один из уцелевших пришел к Аврааму и сказал ему о том, что Лот, племянник его, как раз был в этих городах. И все ему имущество, и вся его родня была взята в плен и выведена этими людьми, которые завладели этими городами. И тогда Авраам вооружил 318 своих рабов и погнался за этими царями. И помните, он ночью напал на этих царей и отбил и Лота, и все, что они забрали. И вот после этих событий, здесь написано после всех событий, когда Авраам победил, Бог пришел к Аврааму. Мы видим, что Авраам победил не своею силою, потому что 318 рабов, которые не могут воевать, не могли победить вооруженную армию царей, которые были подготовлены к войне, которые пошли, прошли испытания, одержали победу. Они были вооружены самым лучшим, наверное, оружием на то время. Они были подготовлены, они знали, как вести сражение. А здесь простые рабы, они догоняют их и одерживают над ними победу. Понятно, что эту победу дал Господь. И вот Мелхиседек, царь Селимский, он подтверждает эти слова. Он встречает Авраама и говорит ему следующие слова. Книга Бытие, 14 глава, с 19 стиха. «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Он здесь четко и ясно говорит. Это Бог предал врагов твоих в руки твои. Это Бог даровал тебе победу. Это не ты такой искусный воин. Это не рабы твои такие проворные способные. Это победа от Господа была дана тебе. И вот после этих событий Бог приходит в видение к Аврааму и говорит «Авраам, я твой щит, я тебя буду защищать, я буду тебя охранять». И мало того, Он говорит, награда твоя будет весьма велика. Знаете, Бог не делает, как мы, которые сначала обещают, а потом не исполняют. Бог в этом месте показал Аврааму, как он будет его защищать. Он сначала совершил действие, он сначала явил себя, явил свое могущество, а потом как бы в подтверждение своих дел приходит и говорит «Авраам, теперь так будет всегда». Это не разовый случай, когда ты завладел добычей. Так будет всегда. Я буду твоим щитом, я буду тебя охранять. И твоя награда будет весьма велика. И казалось бы, если услышать такие слова, радости нет предела. Ну представьте, Бог лично явился вам и сказал такие слова. Какая разница, в какое время мы живем, если Бог – моя защита, если Бог – моя ограда. Какая разница, в какое время мы живем, если Бог сказал, что награда моя будет велика. Аминь. Ну правда ведь, сердце должно ликовать от этих событий. Ну нет. Авраам говорит, такие слова, что ты даешь мне, Господь? Подожди, я тебе даю сам себя, я тебе сказал, что награда, что я буду твоим щитом, я буду тебя защищать. А он говорит, ну что ты даешь мне? И называет причину, которая не дает его сердцу радоваться. Да все хорошо, Господь, да ты защищаешь меня, да и аминь, и награда есть, и она будет дальше, но детей у меня нет. Знаешь, есть проблема, которую я переживаю, я бездетный. Вот все бы хорошо, но чуть-чуть не хватает до счастья. Вот все люди так живут, все хорошо, но немножко нам всегда в каких-то случаях не хватает до счастья, совсем чуть-чуть. Человек живет один, все хорошо у него, и он переживает, нет семьи. Сегодня молодые люди переживают, нет семьи, особенно девушки переживают, нет мужа достойного в церкви. Мечтают о муже достойном в церкви, не знают, о чем мечтают. Они думают, что он придет и все проблемы их решит. Да нет, он свои проблемы принесет. Спросите у тех, кто уже лет 20 замужем, о чем они мечтают. Они вам расскажут. Но Бог, он милостивый, он дает супружески, супругу, дает нам друг друга, дает девушке парня, парню девушку. Они создают семью, живут какое-то время, и опять они чуть-чуть не счастливы. Чуть-чуть им не хватает до счастья, нужны дети. И они начинают молиться и говорить, Господь, если бы ты дал нам детей, тогда бы мы точно были счастливыми. И Бог отвечает и дает им детей. Но вместе с детьми приходят бессонные ночи. И опять они несчастливы. Им бы немножко выспаться, ну так, хотя бы недельку. А у них дети беспокойные, они харизмат, они ночью очень громко кричат, знаете, молятся на иных языках. И именно по ночам, потому что у них в плане ночные молитвы каждый день. Но родители так не планировали. И смотришь, у них глаза красные, они ходят и говорят, чуть-чуть не хватает до счастья. Когда они вырастут и станут уже взрослыми, хоть бы спать спокойно начать. Они вырастают, становятся взрослыми, и у них приходит переходный период, и они начинают переходить. Только родители не знают, откуда и куда они переходят. И когда они вообще дойдут, и дойдут ли. И опять мы немного несчастливы, потому что они непослушные. И мы думаем, когда же институт, когда же они пойдут в университет. И они идут в университет, в институт, ты-то надеялся, что они поступят на бюджет, а они на платные поступили. Да еще выбрали самую дорогую профессию. И опять ты как батрак, батрачишь, чтобы обучать их. И думаешь, когда же у них своя семья наконец образуется. И у них образуется своя семья, им жить некогда, негде. И они переезжают к тебе. И опять все заново. Дети, внуки, ночные молитвы. И ты такой сидишь и думаешь, где-то я уже это видел. Что-то это уже знакомо. И вот всегда нам не хватает немного до счастья. Чуть-чуть, Господь. Вот чуть-чуть, вот здесь, чуть-чуть, вот здесь. И тогда бы я точно был счастливый. И знаете, что происходит? Мы сосредотачиваемся на тех проблемах, которые есть в нашей жизни. И перестаем замечать все вокруг. Вот и Авраам, он так же говорит, Господь, что ты мне даешь? У меня нет детей. Я поэтому несчастлив. Потому что вот этот домочадец, Елиезер, он станет моим наследником. У меня нет своих детей. И это гложет мое сердце. И это делает меня несчастным. Знаете, я хотел бы на основании того, что сказал Господь Аврааму сегодня дать вам три рекомендации, как оставаться счастливым. И первое, что я хотел бы вам сказать. Вы должны знать и быть в этом уверены. У Бога есть для вас план, который самый лучший. И из любого сценария, который только может быть на вашу жизнь. Бог имеет наилучший план для каждого из вас, братья и сестры. Он знает намерение о вас. Посмотрите, как он сказал это Еремии. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Это книга пророка Еремии, 29 глава с 11 стиха. Говорит Господь. Намерение, друзья мои, во благо. У Бога нет намерения во зло для нас. У Него намерение во благо, а не на зло, здесь так и написано. Чтобы дать вам будущность и надежду. Только Господь дает нам будущность и надежду в любых абсолютно обстоятельствах. Что бы сегодня с тобой ни происходило. В каких бы ты сегодня ни находился условиях. Знай. Если ты послушен Господу. Здесь есть условия. Если ты послушен Господу. Если ты следуешь за Ним. То ты всегда будешь иметь благо в своей жизни. Неважно, что происходит в промежуточный этап твоей жизни. Но Бог ведет тебя к великому благу. Он знает намерение о тебе. Он знает план на тебя. Я говорю, посмотрите на Иосифа. Который был в ужасных условиях. Которого братья предали. Попал в дом Патифары и там предали. Попал в тюрьму и там его оставили. И он уже понадеялся на веночерпие. Который предстанет перед царем. Замолвит слово. У него был план такой. Чтобы выбраться из тюрьмы. Ему надо было выбраться из тюрьмы. Пусть замолвят слово и выведут меня из тюрьмы. Но у Бога был свой план. Иосиф хотел выйти из тюрьмы. А Бог хотел сделать его премьер-министром. Разные вещи. И Бог совершил свой план. Друзья мои. Бог контролирует ситуацию. Бог ведет вас к лучшему в вашей жизни. И все, что с вами происходит сегодня. И если вы следуете за Господом. Это самое лучшее, что может происходить. Даже если вам так не кажется. Но это самое лучшее, что может происходить. Второе, что я хотел бы сказать. Переключите свое внимание с проблемы на Бога. Бог, написано, выводит Авраама из его ситуации. Переключает его внимание на звезды. Бог приходит к Аврааму. Видит, что его сердце заполнено его проблемой. И он не может слышать того, что Бог ему говорит. Знаете, в нашей жизни так бывает. Приходит проблема. Приходит сложное обстоятельство. И мы перестаем слышать обетование Господа. Потому что мы сосредотачиваемся на этих обстоятельствах. И как будто наши глаза. И как будто наши уши. Они закрыты. Но Бог говорит, Авраам, выйди вон. Выйди вон. В переводе это значит выйти вовне. Из вовне. Мы должны научиться переключать свои мысли. Ведь не страшна сама проблема. А страшно так, как мы ее представляем. Страшно то, что мы своими мыслями, даже если нет еще проблемы, мы ее в себе внутри раздуваем до больших размеров. И она полностью начинает захватывать нас. Однажды кто-то сказал. Одним сказали, что завтра все будет плохо. И они стали грустить. А другим сказали, что завтра все будет хорошо. И они стали радоваться. Но правда в том, что ни у тех, ни у этих ничего не исполнилось. Понимаете? Ничего не исполнилось. Но одни из-за того, что информация была плохая, грустили. Еще ничего не получив. А другие радовались. Мы должны научиться переключать свои мысли. И Бог здесь дает нам принцип, как это сделать. Он говорит, прежде выйди вон из своей проблемы. Постарайся не думать о ней. Постарайся переключить свои мысли на что-то другое. И Бог показывает, на что надо переключить свои мысли. Он выводит Авраама. И говорит, сосчитай звезды. Вы когда-нибудь смотрели на звездное небо? Особенно, когда там много звезд. Вы пробовали их считать? Бесполезно. Слушай, тогда Бог Аврааму говорит, займись бесполезным делом. Но Бог так не действует. Наверное, у Бога был какой-то другой план. Знаете, когда ты смотришь на звезды, первое, что тебе приходит на ум, как они вообще там очутились? Ну правда? Ты думаешь, что это? Как они там появились? Потом ты видишь их величие. Ты видишь, как их много. Ты видишь Млечный Путь, ты видишь Большую Медведицу, ты видишь еще что-то. Авраам, может быть, не знал название этих созвездий. Но когда ты смотришь на небо, ты видишь это все. И у тебя захватывает дух. И ты думаешь, а как это все произошло? И к тебе приходит мысль, что это все создал Господь. Знаете, Бог не учил математическим способностям Авраама. Он ему показывал свое величие. Он ему говорил через это. Авраам, если я смог создать все это, неужто я не смогу решить твою проблему и дать тебе одного сына? Послушай, Бог показал нам, что мы должны переводить свой взгляд со своих земных проблем на величие Господа. Он велик. Он способен решить всякую проблему. Для Него нет нерешимых проблем. Посмотрите, что Он говорит пророку Иеремии, книга пророка Иеремии, 32 глава. О Господи Божие, восклицание, торжество в устах пророка. И Он говорит следующее. Ты сотворил небо и землю, в другом месте и все, что наполняет их, то есть и звезды. Ты сотворил великую силою Твоею и простертую мышцою. И дальше Он говорит такие слова. Для тебя ничего нет невозможного. Послушай, для Бога нет ничего невозможного. Если Бог запланировал что-то сделать, Он обязательно сделает. Если Бог тебе пообещал что-то, обязательно это произойдет. Вопрос только времени. Умей ждать, умей надеяться, умей верить, умей переключать свои мысли с проблемы на величие Бога. Не надо рассказывать Богу, какие у тебя великие проблемы. Расскажи проблемам, какой у тебя великий Бог. Я люблю говорить эту фразу, и не знаю, кто ее сказал. Если в твой дом постучали проблемы, попроси Иисуса открыть дверь. Знаешь, проблемы приходят так, Иисус открывает, они говорят, извините, мы вообще-то не в ту квартиру, мы ошиблись. Мы пойдем к соседу, мы идем к вам. Проблемы говорят. А у нас живет Иисус. В нашем сердце живет Иисус. Да, у нас будут проблемы, да, у нас будут трудности, но Господь знает, как их решить. Господь знает, как нас провести через них. Смотрите на величие Бога. И третье. Вся эта история начинается со Слова Божьего. Бог приходит и говорит Аврааму. Я твой щит, я твоя защита, и твоя награда будет весьма велика. Потом Авраам вставляет свой план. Он говорит, нет, все не так, у меня нет детей. А потом Господь говорит опять свое слово. Он говорит, не будет этот наследник, не будет этот домочадец твоим наследником. Из твоих чресел произойдет наследник. Знаете, что я увидел? Что все начинается со Слова Божьего, и все заканчивается им. Все в нашей жизни должно начинаться со Слова Божьего, и все должно им заканчиваться. Послушайте, друзья, я хочу вам сказать. Не верьте обстоятельствам, а верьте Слову Божьему, который Бог говорит в вашу жизнь. Сегодня вся Библия полна обетований. Вся Библия полна словом Логос. Но кто-то говорит, оно должно стать Рэма. Я согласен, оно должно стать вашим словом. Но оно никогда не станет, если вы не будете Логос провозглашать в свою жизнь. Начните провозглашать Слова Божьи на всякую ситуацию, которая есть в Писании. И вы увидите, как Логос станет Рэма. Если у вас сложная ситуация, возьмите Слово Божье. Начните говорить Словом Божьим. Не обстоятельствами говорите, не вашим умом говорите, а Словом Божьим. И для того, чтобы говорить Словом Божьим, в его надо поверить. И здесь сказано в конце этого отрывка, что Авраам поверил Богу. И Бог вменил ему это в праведность. Друзья, сегодня есть Слово. Сегодня есть Слово от Господа на всякую ситуацию, которое говорит, что тьма покроет народы, а над нами высияет Господь. Так говорит Слово Божье. Нам не важно, что сегодня происходит. Да, надо молиться, но это не должно послужить причиной к страху, потому что у нас великий Господь. И Он сказал, что Он сохранит свой народ, что тьма будет над другими народами, а над нами будет сиять Господь. И последнее. Можно создать иллюзию, что я заканчиваю? Да, кто-то выйдет, подыграет. Друзья мои, у пророка Аввакума есть такие слова. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и сказано, что маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах». Можно я прочитаю на современный манер? Позвольте мне прочитать на современный манер, на манер сегодняшней ситуации. Я прочитаю вам. «Хотя бы и закрылись автосалоны, и не стало парфюмерии в торговых центрах, и не стало продуктов в магазине, и бизнес не приносил средств, и санкции с каждым днем становились все больше и больше и строже. И работы не стало. И тебя попросили с работы уйти. И все в твоей жизни стало не так, как ты планировал. Писание говорит, «Ну и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». И становится непонятно, а чему тут радоваться? А чему радоваться, когда все так происходит? И это не конец. Это только начало. И мы все прекрасно понимаем, что все еще будет доходить, что сейчас мы еще не ощущаем, а оно все будет усугубляться, становиться хуже, хуже, хуже. Я занимался в спортзале как-то перед поездкой сюда и встретил парня, которого я знаю. Он не ходит в нашу церковь, ходит в другую церковь. Я знаю его как верующего человека. И когда я начал с ним разговаривать, я увидел тоску в его глазах. Я увидел страх. И я его спросил, говорю, «Денис, что происходит? Ты почему так выглядишь?» Он говорит, «Представляете, как раз это произошли первые события». Он говорит, «Представляете, я вчера залез во все интернеты, включил все каналы и стал разбираться, что происходит. Стал разбираться, кто прав, кто виноват, на чьей стране правда». И он говорит, «К вечеру я был в депрессии». Я говорю, «А разобрался?» Он говорит, «Нет, ни в чем не разобрался». Говорит, «Был просто в депрессии, в поддавленном состоянии. Надежды не было никакой». Я, говорит, представил, что мой бизнес рухнул, что моя семья пошла по миру. Как будут учиться мои дети? Как буду я зарабатывать в финансы? Как все будет происходить? Он говорит, «Я себя уже в своих мечтах увидел на паперте». И он говорит, «Я не могу отойти от этого». Я говорю, «Давай помолимся. Ведь есть Господь. Давай помолимся». И мы помолились. Он поблагодарил меня. Я больше его не видел, не знаю, что с ним дальше случилось. Хотелось бы сказать, что все отпустило, все нормально. Но, честно говоря, я не видел его. И он пошел дальше. Мы поехали сюда. И я думаю, «А чему радоваться?» «Чему ты радуешься, Аввакум?» «Чему ты тут радуешься?» «У тебя все плохо». Ни одно обетование не сбывается. А он говорит здесь, «Я буду радоваться» и называет такую фразу «О Боге, не просто о Боге, а о Боге спасения моего». Братья и сестры, нам сегодня ничего не надо. Все, что нам надо для радости у нас есть. У нас есть спасение. Бог каждого из нас спас. И ничего в этом мире, кроме тебя самого, не сможет повлиять на это спасение и отменить это спасение. Знаете, сегодня можно, зная о том, что Бог тебя спас, спокойно умереть. Потому что ты знаешь, где ты будешь и с кем ты будешь. А беспокоится тот, кто не верит в это спасение, кто не может представить себе, что есть вечность, что есть радость пребывания с нашим Господом, который, когда мы придем и предстанем перед Ним, ототрет всякую слезу, который скажет нам слова «Войди в радость, в радость Господина Своего, раб добрый и верный». Друзья мои, Бог дал уже нам самое ценное, самое мощное обетование, что Он умер за нас. И те, кто призвали Его имя, они будут спасены, они сегодня спасены. Мы здесь странники на этой земле, пришельцы, странники. Это не наше царство. Я хочу вас огорчить и сказать, что эта земля будет уничтожена. И все, что на ней, тоже. Как бы вы не расстраивались, но у Бога есть лучший план для нас. Небеса, друзья мои. И мы все идем туда. И помню, как в Писании написано, что однажды ученики Иисуса Христа прибежали к Нему. И они радовались. Радовались от того, что духи и бесы им повиновались. Радовались от того, что мертвые воскрешали, что больные исцелялись, что на этой земле, по сути, происходили дела, которые они хотели видеть. Они радовались тому, что происходило так, как Бог сказал. Неплохо этому радоваться? Ну, знаете, Иисус остановил их и сказал, не сему должно радоваться. Подожди, Господь, да Ты сам нас посылал. И мы сегодня видим, как это все происходит. И поэтому мы радуемся. Он говорит, не сему должно радоваться. А чему Господь должно радоваться? А тому, что ваши имена записаны в книгу жизни. Друзья мои, мы не счастливы мы не счастливы от того, или сказать, как правильно, чтобы понять, что счастье наше не от того, что обстоятельства вокруг нас исполняются так, как мы этого хотим. Что, чтобы мы не задумали, все случилось. А счастливы мы от того, что мы спасены. И никто не может забрать этого. И если твой фокус будет на том, что ты спасен, ты будешь постоянно счастливым человеком в любых обстоятельствах. Давайте воздадим Господу хвалу. Он достоин. Аллилуйя. Давайте мы встанем и давайте мы помолимся об этом. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя мы славим Тебя, мы прославляем Твое великое и чудное имя. Ты достоин всей хвалы, ты достоин всей славы, ты чудный, ты верный Бог, и ты отдал Сына Своего ради каждого из нас, дабы мы, уверовав в Него, имели жизнь вечную, Господь, имели спасение. И сегодня наши имена записаны в книгу жизни. И пусть это станет основанием нашей радости, основанием нашего счастья. Благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь для нас. Дай нам никогда не терять это из виду. Пусть это будет всегда в центре нашего взгляда, в фокусе нашего внимания. Во имя Иисуса, благодарю Тебя за каждого брата, за каждую сестру, и молюсь о них, и прошу, Господь, чтобы Ты разрушил страх в это время, когда информация, она просто агрессивно атакует нас и лишает нас мира, лишает нас радости. Я молюсь, если кто-то поддался этому искушению и этому влиянию, пусть в его жизнь придет мир, который превыше всякого ума. Пусть в его сердце придет радость, которая от спасения, Боже, спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты делаешь, за то, что Ты хранишь церковь свою. Благословляю лидеров, благословляю наших пасторов и прошу Тебя, дай им в это время еще больше благодати и помазания и силы для того, чтобы, Господи, вселять в сердца людей надежду, надежду на Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Ислая. И весь народ да скажет Аминь. Друзья мои, и может быть здесь есть новые люди, которые пришли в первый раз на подобные собрания. Если Вы такой человек, Вы пришли в первый раз на подобные собрания. Или может быть Вы уже ходили на подобные собрания, но еще не примирялись с Господом, еще не призывали Господа в свое сердце. Я хотел бы вместе с Вами помолиться, чтобы Вы устами исповедовали Его имя и призвали имя Господа Иисуса Христа свою жизнь для того, чтобы иметь спасение. Если Вы такой человек, поднимите руку, мы помолимся с Вами. Хорошо. Да, вот есть, вижу. Можно, можно мы Вас позовем сюда? Подойдите, пожалуйста. Может быть, еще кто-то есть? Давайте Церковь поаплодируем. Писание же говорит, что ангелы на небесах радуются об одном покаявшемся грешнике. Если уж ангелы радуются, нам тоже нужно радоваться. Можно мы познакомимся с Вами? Как Вас зовут? Семен. Семен, Вы из какого города? Я из Перми. Семен, Бог любит Вас. И Он доказал свою любовь тем, что умер на кресте. А знаете еще, чем Он подтвердил свою любовь? Тем, что Вы сегодня здесь, на этом месте. Это тоже Его любовь привела Вас сюда. Потому что много званых, но мало избранных. И Бог Вас очень сильно любит. Он прямо сейчас хочет великий Бог. Семен, прекрасное имя. Бог любит тебя. Давай призовем Его в свое сердце. Я буду молиться короткими фразами. Пусть это будет Ваша молитва. Повторяйте ее за мной. Как от Вашего сердца к Вашему Богу. Готовы сделать это? Склоните свою голову и скажите следующее. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты являешь ко мне. И сейчас, когда я стою перед Тобой, я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, которыми я согрешал. вольно или невольно, осознанно или неосознанно, но Ты отдал Сына Своего Иисуса Христа за все мои грехи. Он умер на кресте и на третий день воскрес в мое оправдание. И сегодня Он ходатайствует обо мне. И я прошу Тебя, Иисус Христос, приди в мою жизнь и стань моим Господом и Спасителем. Прими меня в Царствие Своем и сделай меня Детем Своим. Я отдаю свою жизнь Тебе и прошу Тебя, наведи в ней Божественный порядок и используй ее для славы Своей. Во имя Иисуса молился я. Аминь. Слава Господу. Благословение Тебе Себя. Спасибо большое. Слава Богу. Друзья, спасибо вам. Я передаю микрофон. Спасибо, Олег Васильевич, за Слово Божие. Проповеданность здесь. Как уже было сказано у нас заповедь. Можно присесть на некоторое время, зачитаю вам из первого послания Коринфянам 11 главы уже знакомые для многих слова, сказанные апостолом Павлом. Здесь сказано 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие, тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Та же и чашу после вечерей и сказал, сия, чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию смерть Господню, возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет, недостойно, тот ест, пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Апостол Павел непосредственно от Господа принял и в этих словах мы можем чувствовать, с какой точностью апостол передает нам вот этот момент заповеди Божьей, установления Божьей в церкви. То, без чего церковь, она не может вообще существовать. То, в чем нуждается каждый человек. И здесь сказано, что эта заповедь в этих символах хлеб и чаша с вином, которые представляют для нас тело Господа нашего Иисуса Христа, Его драгоценную кровь. И вот эта кровь, как печать на каждом верующем указывает на то, что каждый, кто имеет вот эту печать спасения, кто верой принял Господа, он имеет и все те благословения, которые следуют за нашей верой, за нашим упованием на Господа. Поэтому сегодня я также хочу упомянуть то, что Павел говорит, что это для нас наше участие и принятие вот этого хлеба, вспоминая страдания Господа нашего Иисуса Христа, является как пищей для души. Потому что та благодать, которую Господь нам дает, и все те благословения, которые следуют именно верующим, Он указывает здесь чаша благословения. Я верю, друзья мои, в эти слова. Я верю в то, что это благословение неотъемлемое от церкви, они есть. И поэтому сегодня давайте с верой будем принимать. Я также хочу напомнить, где Павел говорит и дважды говорит о нашем достойном участии, что наше участие должно быть достойным. У нас не должно быть такого понимания, как у некоторых бытует, что вот приду в церковь, причащусь, и чтобы грехи снять. Нет, мы уже должны приходить сюда готовыми. Аминь. Мы уже должны прийти сюда, прежде помолившись, и если были у нас какие-то может быть падения, или еще что-то, исповедать, покаяться пред Господом и принять Его прощение. Апостол Павел говорит дважды о том, что наше участие должно быть достойным. Пусть Бог благосовеет нас. Мы еще будем молиться. И в этой молитве, может быть, еще кто-то нуждается в том, чтобы сказать Господу, Господи, прости меня, может быть, где-то что-то поступил, помыслил, сказал, или еще что-то. Пусть Дух Святой напомнит нам, каждому из нас, но пусть наше участие будет достойным. И в прошлое воскресенье я говорил о том, приводил пример Асафа, который говорил, не напрасно ли я омывал руки, ходил в Дом Божий и так дальше. Друзья мои, не напрасно. Мы ходим сюда, мы смиряемся пред Богом. И здесь Павел повторяет ту же мысль следующим образом. Он говорит, если бы мы судили сами бы себя, то не были осуждены с миром. Но каждый раз, когда мы подвергаем себя, то есть, когда мы испытываем себя, верили мы, когда мы каемся о своих грехах, мы действительно судим себя. Мы действительно представляем нашу жизнь не просто на весах своих собственных каких-то представлений, мнений о справедливости, но на весах Божьего Слова. Когда мы взвешиваем себя Словом Божьим, это важно научиться делать. Не то, как скажет даже пастор, служитель или еще что-то, но как Слово Божье говорит обо мне. Слово, оно будет судить нас в последний день. Поэтому измеряй свою жизнь, взвешивай свою жизнь Словом Божьим, истинным, заповедями Божьим. И пусть Бог нам поможет. Это истинный свет, в котором мы ходим. Аминь. Давайте мы встанем, мы помолимся. Господь наш, мы приходим к Тебе, благодарим Тебя за этот день, за Твое Слово, благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Благодарны Тебе за Твой Дух Сятой, который в нас. Благодарны, Господь, за тот свет, который проливается на наши сердца, на нашу жизнь через Твое драгоценное Слово, ибо оно есть светильник стезей нашей. Боже, благослови нас сегодня. Ты знаешь нашу жизнь, Ты видишь наши сердца, наши пути, все открыто и обнажено пред Твоими очами. Господи, прости наши грехи, наши мысли, все, Господь, мы представляем при Тобое и мыкаемся и исповедуем грехи наши. Боже, помоги нам сегодня идти за Тобой и служить Тебе от всего сердца. Господи, сохрани нас от того, чтобы мы не обманывались, но чтобы мы взвешивали нашу жизнь Твоим Словом, чтобы Слово Твое, оно изменяло нас, оно корректировало, оно направляло, вело нас, укрепляло нас и поддерживало. Помоги, Господь, чтобы наше участие сегодня было достойным благодаря Твоей драгоценной крови, Твоим страданиям, Твоему, всему того, что Ты совершил на Голгофе, Господи, ибо только так мы можем, Господь, достойно участвовать, приняв Твое прощение, приняв Твою благодать и силу. Благослови каждое сердце, Господи, благослови каждого, кто сегодня будет вкушать от этого хлеба и пить с этой чаши. Мы благодарны за Твое страдания и муки. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое славное и победное воскресенье. Благодарны Тебе за то спасение, которое Ты явил нам. Благодарны Тебе за все, Господь. Будь возвеличен и прославлен. Всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пусть Бог благословит каждого, кто будет принимать этот хлеб и пить из этой чаши. Я хочу сказать, что те из вас, кто является членом церкви посредством водного крещения, вы можете участвовать. Может быть, вы приехали с другой церкви и вы приняли водное крещение, вы также можете участвовать в этой заповеди. Если вы не являетесь членом церкви, пожалуйста, воздержитесь. Пусть Бог благословит каждого. пустынка, пустынка, Продолжение следует...